Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Подскажите, пожалуйста, откуда идёт боязнь проявлять инициативу к человеку, который мне симпатичен. Например, боюсь, что мужчина узнает, что интересен мне и потеряет весь интерес ко мне, если он был. Или если это не мужчина, а просто дружеский интерес, то боюсь отказа или проявления инициативы, что надо мной посмеются. Но понимаю, что гарантию никто не даст, и тогда я выбираю просто молчать и ждать действия и предупреждения от другого, хотя друг другой тоже ждёт. И от этого связи не укрепляются, как будто хочется, чтобы кто-то сказал, как правильно, дал инструкции по выстраиванию взаимоотношений, но при этом играть и скрывать что-то тесно. Хочется искренних проявлений, например, в тех же романтических отношениях, где вроде инициативу должен проявлять мужчина. И очень разрывает от желания выстраивать искренние связи, но боязни и всё другом это не надо. Тогда я себя останавливаю, в какую сторону здесь смотреть и с чем работать. Спасибо. В первую очередь хочется, наверное, сказать, что ответ Кудряшова Игоря Леонидовича является, безусловно, верным и лаконичным. На странице вопроса автору я рекомендовал бы прислушиваться к ответу Кудряшова Игоря Леонидовича и действительно как вариант рассмотреть детство и свою семейную систему. Потому что так или иначе вы являетесь продуктом своей семейной системы и тех установок, которые вам эта семейная система подарила. При том, что сами эти установки и инструкции не являются обязательно чем-то хорошим. В том смысле, что это может быть и довольно деструктивная история. Я же со своей стороны, наверное, немножечко с другого аспекта зайду, да. С такого вот, если угодно, более, может быть, личностно ориентированного, да. Постараюсь это сделать, по крайней мере. И постараюсь дать взгляд на ситуацию именно с точки зрения личностного подхода, а не с точки зрения детства. Потому что, ну, в принципе, скрывать тот факт, что некоторые люди склонны, скажем так, на детство сваливать, да, свою проблематику. Присутствует, мне бы не хотелось в данном случае, чтобы вы были вот одной из таких людей. Вот, поэтому, да, вопрос детства, безусловно, важен и значим, но давайте, как я уже сказал, посмотрим на эту ситуацию немножечко под другим углом. Итак, значит, вы спрашиваете, откуда идёт баянин и проявляет инициативу к человеку, который мне симпатичен. Страх отказа. Если не откажет, то я плохая. И, соответственно, получается, что у вас цель не построить отношения, а у вас цель доказать себе, что вы неплохая. Что вы не полный ноль, что вы интересная, что вы привлекательная, что вы ценная. И, вообще говоря, это нормально, что мы хотим этого. Только способ вы выбираете несколько деструктивный. А самое главное, что этот способ ставит вас априори в зависимость. Вот, априори, вас этот способ ставит в зависимость от других людей, к сожалению. И это, наверное, самое грустное, что в этой всей ситуации есть. Потому что вы не являетесь автономным в полной мере в данном случае. Вот, что, конечно же, не есть хорошо для вас, по крайней мере. Понимаете, да? То есть, цель не построить отношения, не что-то дать человеку. Например, что-то, чего у вас в избытке, что-то, чего у вас много, да, допустим. Цель не эта. А цель именно в том, чтобы доказать себе, что вы какая-то не такая. При том, что почему вы какая-то не такая, не очень понятно. В данном случае речь идет, вероятно, о требованиях к себе определенного робота. В требованиях, с которыми вы не очень согласны, но которым все равно продолжаете следовать. Дальше. Боюсь, что мужчины узнают, что интересы мне и потеряют весь интерес ко мне. Предполагается, что здесь вы выступаете в роли определенного приза. То есть, вы интересны только до тех пор, пока я не знаю, интересен ли вам я. Вот как это зависит от друга от друга, если честно, для меня не совсем очевидно. Как мой интерес к вам зависит от вашего интереса ко мне? Вот это два оплеска, на которые я бы хотел, чтобы вы попробовали ответить. Потому что, если это зависимо, то есть, если мой интерес зависит от вашего интереса ко мне, то получается, что вы мне не интересны. Получается, что мне нужно, чтобы я был вам интересен. И как только я вам интересен, вы мне больше не нужны. Это не про отношения с человеком. Это про мои отношения самого с собой через вас. И, вероятно, такая же история происходит и с вами. Вам может быть кто-то интересен только потому, что он в вашей парадигме может быть тем, кто повысит вашу самооценку. Если это не мужчина или просто дружеский интерес, просто боюсь отказа при проявлении инициативы, то надо мной посмеются. Здесь несколько важных моментов. Первый момент. То, что над вами посмеются, да. Это правда. Над вами действительно могут посмеяться. Важно понимать, был ли у вас такой опыт, что над вами смеялись. Это первое. Был ли такой у вас опыт, что над вами смеялись. Если опыт был, и вы его не прожили, он для вас до сих пор болезнен, то это травма. Травмой нужно поработать. Вот. На консультациях с психологом вы можете это сделать. Ставис травма прорабатывается. Дальше. Следующий аспект. Он такой, более, наверное, расплывчатый, но тем не менее важный. Человек боится, когда над ним посмеются в том случае, когда не принимает в себе какую-то часть. Вот, то есть, например, я не буду вам говорить о том, что у меня какое-то любимое блюдо, потому что боюсь, что над вами, что вы надо мной посмеетесь, да? По той причине, что сам как-то вот стыжил с того, что я люблю. И здесь мы имеем конфликт. С одной стороны, мне что-то нравится и важно, а с другой стороны, я этого в себе не принимал. Знаете, какая штука, да? Конфликт, противоречие. Вот отсюда страх того, что над вами могут смеяться. Еще один аспект, он, наверное, связан с тем, о чем я буду говорить дальше, что это не доверие себе. То есть, если вы вот так болезненно достаточно реагируете на то, что над вами посмеетесь, это значит, что сами вы не очень понимаете вообще, куда идете по жизни. То есть, кто вы по жизни, чего вы хотите по жизни и так далее. То есть, ваш собственный путь вам не очень-то и ясен. Вот. И поэтому реакция других людей способна на вас повлиять. Потому что, ну, святое место пусто не бывает. В данном случае. Далее. Понимаю, что гарантию никто не даст. Это про личные границы. Когда человек, ну, знаете, в гарантиях, когда у него нет личных границ. То есть, нет четкого разделения. Вот я, вот ты. Вот моя ответственность, вот твоя. Тогда выбирай просто молчать и ждать действия и подтверждение от другого, хотя вдруг другой тоже ждет. И вы имеете какую-то вторичную выгоду от такого поведения. Ну, например, вы имеете право себя пожалеть. В этом смысле. В других случаях вы к себе, может быть, относитесь пренебрежительно или невнимательно, но вот когда ждете, вы можете, вы можете себя пожалеть. Будто хочется, чтобы кто-то сказал, как правильно дал инструкции для выстраивания взаимоотношений. Смотрите. Здесь два момента. Первое. То, что вам нужна инструкция, это про то, что вы себе не доверяете. То есть, вы на себя не полагаетесь. Вы запрещаете себе ошибку. Отношение к ошибке у вас негативное. Вы не проживаете ошибку, не делаете каких-то выводов. Ну, вероятно, потому что соответствующих людей рядом с вами не было, которые могли бы вам как-то вот дать обратную связь на ошибку адекватную. Да? Это первое. Второе. То, что вам нужна инструкция, говорит о том, что вы не отношения выстраивать хотите. То, что вы хотите инструкцию, говорит о том, что отношения для вас это цель. То есть, цель выстроить взаимоотношения, чтобы как-то себя почувствовать. Потому что, когда люди строят взаимоотношения, никто не знает, какими будут эти взаимоотношения. Никто не знает, во что они превратятся. Никто не знает, как они будут развиваться. Никто этого не знает. И люди даже сами не знают. Это всегда лотерея. И более-менее более-менее какая-то определенность здесь достигается именно за счет того, насколько человек твердо стоит как бы на своем. Да? На своей позиции. Понимаете? Поэтому вот эти два аспекта здесь нужно обязательно затронуть. Дальше. При этом играть и скрывать что-то тесное. Вот тут я не понял, что вы имеете в виду. Наверное, вы ошиблись, но какое слово вы имели в виду, я... Что-то как-то мне на ум не приходит. Поэтому извините, тут есть ошибка. Может быть, наверное, вы хотели сказать, что при этом играть и скрывать что-то тяжело. Да? Хочется искренних проявлений. Но страшно. Страшно, потому что если проявить себя искренне, может быть больно. И... А с болью обращаться вы не умеете. А с болью вы привыкли бежать. А надо бы развернуться к боли и проживать ее. Вот. Потому что, ну, без боли невозможно построить отношения. И вырасти без боли невозможно. И опыту набраться без боли невозможно. И научиться чему-то чему-то без боли невозможно. Да? Ошибка всегда болит. А вы себе это запрещаете. Как запрещаете себе ошибаться. Дальше. Например, в тех драматических отношениях, где вроде инициатива должен проявлять мужчина. А почему вы так думаете? Ну, в смысле, почему вы думаете, что мужчина должен проявлять инициативу? Во-первых, это не всегда так. Во-вторых, у этого, ну, как правило, есть своя цена. У того, что мужчина проявляет инициативу, у этого есть своя цена. То есть, если мужчина проявляет инициативу, значит, он, условно говоря, берет все в свои руки, а это, соответственно, означает, что к вам он может, в принципе, и не прислушиваться. Это первое. Второе. Почему долг? Ну, то есть, это не долг, это право. Захотел, проявил инициативу, не захотел, не проявил. Следующий важный момент, это то, а какие мужчины вам нравятся и нравятся ли? То есть, вам нравятся они или вам нравится ваше психологическое состояние с ними? Это отнюдь не одно и то же. Когда нам нравится, нам нравится человек, мы часто путаем. Нам нравится состояние свое, себя, человеком. Или нам нравится нам человек. В первом случае, когда нам нравится состояние, мы хотим от него получать. И как бы говорим ему дай. В втором случае, мы хотим отдавать. И говорим ему на... Понимаете, какая штука? Поэтому тут тоже нужно отграничиваться. На этом. Какие мужчины вам нравятся и нравятся ли? Очень разрывает от желания выстраивать искренние связи до боевни, что другому это не надо. Ну вот, смотрите, здесь опять история про что? Я выстраиваю отношения, только опираясь на то, нужно ли это тебе. Я не опираюсь на себя. Нужно ли это мне? Когда я нахожусь в отношении к вами, я сейчас записываю этот ответ, я нахожусь в отношении к вами. Я не знаю, как вы на это отреагируете. Я не знаю, отреагируете вы на это вообще. Многие ответы остаются, многие мои ответы остаются без обратной связи. Да? Но тем не менее, я хочу ответить вам именно так, как я отвечаю. Я хочу в это вложиться. Я хочу вам что-то предложить. Потому что таково мое желание. Рассчитываю ли я на что-то? Да. Допускаю ли я, что ничего не получится? Да. Понимаете? То есть, отношения выстраиваются не потому, надо ли это другому человеку или нет. Здоровые отношения. А потому, как я хочу выстроить отношения. Что я хочу в этих отношениях партнеру предложить. Понимаете? Отношения это всегда про выражение чего-то. Про отдачу. И про получение. вот это. Дальше. Я себя останавливаю. В какую сторону здесь смотреть и с чем работать. Ну, в принципе, я, наверное, сказал в общих чертах. Да. Самоценка. Страхи. Личные границы. Эмоциональный интеллект. Ваш. навык обращения с болью. Проработка травм, если такие у вас были. Вот. работа над пониманием того, кто вы и кто я, внимательно в своей жизни, значимость к своей жизни, интерес к своей жизни. Сейчас мне больше кажется, что вам ваша жизнь не так интересна, вот, ну, как жизнь других людей. Понимаете? То есть вы как будто бы сами по себе неинтересны, а интересно вы, точнее, интересны другие люди. Вам. Вот. Это проблема. Потому что это делает вас зависимой. Это проблема, потому что это делает вас не автономно. Вот. вот как-то, как-то так, я думаю, ну, как-то так можно было бы ответить вам на вопрос, который вы задаете с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения моих ценностей. Когда вы спрашиваете о том, на что смотреть, в какую сторону смотреть и с чем работать, это невольно вызывает встречный вопрос. Смотреть, с кем работать, если работать, с кем, понимаете, как бы. То есть это вот такой вопрос сейчас вызывает. Если вы про то, чтобы работать самостоятельно, скорее всего, у вас ничего не получится. Потому что у самостоятельной работы есть ограничения. Их достаточно много. психотерапии. Поэтому здесь речь идет исключительно о работе с психологом, о психотерапии. И очень важный момент, который я хотел бы озвучить. А готовы ли вы работать с психологом, готовы ли вы заниматься психотерапией? Потому что вот так вот, если, ну вот, если на скидку смотреть, да, если на скидку смотреть, то я не очень понял, готовы ли вы работать с, заниматься психотерапией или нет. Потому что какое-то время какое-то количество так скажем, селанцев, да, вам, ну вот, нужно будет. так или иначе. Вот. Понимаете, да? Так что тут тоже вы определитесь, если, если речь идет о том, чтобы работать самостоятельно, то нет, 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 нет. И еще раз, нет, самостоятельная работа в данном случае вам не поможет. если бы вы могли бы что-то сделать сами, да, вы бы уже сделали, вы бы уже сделали сами. Понимаете, да? А раз вы не сделали, вот, ну, то есть, как бы раз вы вот до сих пор ничего не сделали, то сильно, вряд ли, я вот очень, как бы, сомневаюсь, очень сомневаюсь в том, что вы сможете это сделать. Поэтому, вот, я бы не тратил, да, я бы не тратил время, свое, на самостоятельную работу. ну, в этом, как бы, вот смысле. В этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.